Защитник Красных Крыльев выбывает на полгода из-за травмы. Баскетболисты Самара СГЭУ победили в Иркутске. Ладья на последней минуте уступила Бердскому Кристаллу. Российские боксеры встретятся с соперниками из Мексики в Самаре. Защитник Красных Крыльев Андрей Матиюнос из-за травмы пропустит 6 месяцев. Он получил повреждение 1 февраля в матче с клубом ЦМОКИ Минск. В больницу Матиюнос отправился с подозрением на разрыв Ахиллова сухожилия. В текущем сезоне Единой Лиги ВТБ Матиюнос провел 15 игр, в которых в среднем набирал 6 очков. Делал 2 результативные передачи и 1 подбор. Баскетбольная команда Самара СГЭУ одержала убедительную победу в Иркутске, где со счетом 80-61 переиграла Иркут. Начало встречи лучше удалось гостям. У СГЭУ отличились Александр Князюк, Андрей Кирдячкин и Александр Галехов. Однако хозяева смогли собраться, и на перерыв команды ушли с минимальным разрывом в счете 19-18 в пользу Иркута. Вторая четверть у самарцев не заладилась, и Иркут долго удерживал преимущество в счете. Помогла отличная игра Андрея Кирдячкина, который вдохновил команду, и Самара вернула себе лидерство, завершив первую половину с преимуществом в 3 очка – 36-33. Вторая половина игры изрядно напугала хозяев снайперскими бросками с дальних дистанций. Два трехочковых от Александра Князюка, один дальний от Александра Варнакова. Счет в третьем периоде составил 67-43 в пользу Самары, а итог встречи – 80-61. 2 февраля в матче чемпионата молодежной хоккейной лиги «Ладья» принимала «Кристалл» из Бердска. В первом периоде гости забросили в ворота тольяттинцев две шайбы, сохранив счет 0-2 до конца периода. Удерживать отрыв им удавалось до конца второго отрезка, но на 22-й и 23-й минутах Ренат Юмангулов и Антон Зуев сравняли счет. На 25-й минуте гости получили право на булит, но бросок отбил вратарь Александр Бровченко. До последних минут встречи счет балансировал на грани, но на 59-й минуте гости смогли забросить победную шайбу. Итог встречи – 3-4 в пользу Бердска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас Веткин выступает в ЦСКА «Локомотив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин